Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня полезно поговорить о моде. Мода – дело не только женское, но и мужское. Это очень хорошо заметно, как по улице. Ходишь, смотришь, кто в чём идёт. Конечно, как правило, люди не задумываются о моде ни в каком ином смысле, кроме одного – как ей следовать. Ну, как, например, у нас есть налогообложение или плата за телефон или за электричество. Что мы думаем? Заплатил по счёту и порядок, и до следующего месяца ни о чём не беспокоюсь. Вот примерно такая же абсолютно глупая картина в наших, или не обязательно в наших, но во многих из нас взаимоотношениях с модой. В наших, кстати говоря, о священстве мы носим одежду так называемого традиционного покроя. И ничуть не заботимся о том, как и что о нас в этой связи говорят, почему у вас не такая одежда, не сега. Вот какая есть, такая есть, такую и носим. Мы священники, священнослужители, военные люди, ровно так же, служащие правоохранительных органов, судебные системы, у них есть, кажется, своя форма, у полиции своя, МЧС своя. Вот люди, которые при этом свободны от воздействия моды. Обратите внимание, имеющие форму одежды, которая, вроде как, им навязана, навязана, она им не насилена, они выбрали, и мы, священнослужители, офицеры и военнослужащие, выбрали свою профессию. И при этом стали свободными от воздействия моды. Вот, значит, говорили мы с вами, дорогие зрители, что свобода равнозначно независимости. Если человек, ну, попросту говоря, сам знает, как ему одеваться, и тем самым не зависит от того, что ему ликтует законодатель, значит, от этой глупого фасона. И наоборот, тот, кто следит за этим, считая себя свободным, он и оказывается на крючке. На крючке. Модно, а нам не годно. Вот такую простую фразу, кто может произнести и реализовать ее в жизни, тот и оказывается победителем над всей где-то и суетой, и мишурой, и даже где-то и попытками поработить его, которые реализуются через моду. У меня был в жизни очень простой эпизод, простейший. Довольно давно, в 90-е годы, когда вдруг поменялся фасон брюк мужских, то они были прямыми, а потом стали мешковатыми, я вообще подробностей не помню. Важно, что мне надо было купить новые брюки. Я приехал в магазин, и смотрю, там висят какие-то такие, которые мне не нравились. Вот они должны были модными, но мне они не нравились. Вот я думал, модные, а мне-то не годные. Я пойду в другой магазин. Сел в машину, помчался там за сколько-то миль в другой магазин. Приезжаю, говорю, там такие же висят. Ну, мерзавцы какие. Ну, я свободный же человек. Я же не буду эти мешки покупать себе на одно место натягивать. Нет, я сейчас еще поеду куда-то. Вышел из этого магазина, сел за руль, я, по-моему, завел двигатель. И думаю, что это я такое. Я, получается, раб опять, раб моды. Только в обратную сторону. Вот эти вот покрой там, знаете, которые надеваются на заднюю часть организма, он, оказывается, мной руководит. Я заглушил мотор, пошел обратно в магазин, купил, какие были брюки. Спокойно их надел и не обращал больше на это внимания. Вот я вам это всем так и рекомендую поступать. Спасибо, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok